Еще раз здравствуйте, или же снова здравствуйте. Сегодня давайте поговорим о судьбоносном, не побоюсь этого слова, событии для Российской Федерации. Происходит голосование по изменениям в Конституцию РФ. При этом большинство, ну или если не большинство, то значительная часть внешних наблюдателей, они фокусируются на одной только правке, которая называется продление сроков Путина, либо там вот уже перезагрузка, внуление, как угодно. Однако, если подумать, то такая реакция, ну мягко говоря, неадекватна или же неоправданна по одной простой причине, что под изменениями в Конституцию и как раз таки в этой идее зашита кардинальная трансформация самой системы власти Российской Федерации. То есть Россия становится другой. И на этом фоне стоит как раз таки думать над причинами, почему российские элиты пошли на изменение формата. Это раз. Второе, насчет чего надо думать, это что именно меняется, в чем Россия усилилась, в чем Россия ослабевает, каким образом по-новому будет Конституция РФ влиять на российскую внешнюю политику, на российскую внутреннюю политику, на российские исторические, нарративы культурные. И, соответственно, что от этого ожидать соседей? Потому что просто говорить о том, что Путин останется, Путин не останется, ну это очень похоже на такой себе полет мотылька на горящее пламя свечи. То есть он летит, ему кажется, что он видит свет где-то впереди, где-то близко, но заканчивается он просто сгорев, превратившись в маленький уголек. Итак, начнем. Признаться, значительную часть основных тезисов мы уже излагали в беседе с коллегой Ильем Куссой. Это старенький, старенький, скажем так, формат. Это Путин уходит, что дальше? Кунтуру транзита власти в РФ. То есть когда Путин еще только озвучил основные свои тезисы в своем послании, в федеральном собрании. Но, тем не менее, большинство этих тезисов было внесено в Государственную Думу. Большинство этих тезисов, они были уже оформлены в качестве поправок Конституции, они были одобрены парламентом, бейпалатами. И уже фактически по ним сегодня идет голосование. Точнее, голосование. Скорее всего, я думаю, что никто не сомневается в том, что результаты будут однозначны. То есть Россия будет жить по новой Конституции. Итак, в чем ключевые правки, на мой взгляд, и почему Путин не главные? Если говорить о причинах, давайте посмотрим. Мир меняется. То, что мировая система международных отношений трещит по швам, это понятно. На ее, скажем так, расшатывание работают сразу несколько государств, в том числе и Российская Федерация. Причем, если отодвинуть в сторону Россию, то можно посмотреть такую вещь, как и война Китая, торговая на Китае со Штатами, это отношение Штатов с Европейским Союзом, это событие в Африке, это событие в Южной Америке. Одним словом, трещин достаточно много. Но при этом общая настройка, общая логика, она в той или иной мере оставалась. Тем не менее, меняется экономика. И если смотреть, баланс сил с точки зрения политической системы, с точки зрения экономической, они сегодня не соответствуют друг другу. То есть, есть государства, которые не являются в политическом смысле супердержавами. Тот же самый Китай не имеет соответствующей полной мощи и так далее. Но экономически, прошу прощения, не называть Китай супердержавой, это было бы очень и очень наивно. То же самое можно частично сказать по Индии. То же самое, если брать региональные супердержавы Турции, Иран, Пакистан, Бразилия и так далее. То есть, есть достаточно большое количество государств, которые не вписываются в старую систему. Раз. То есть, в систему политическую. Обладая большим экономическим весом, чем политическими возможностями. Второе, это то, что меняется сама структура мировой экономики. То есть, как бы там можно долго говорить, спорить о ценах на нефть, на газ, на отскоках, как они повысятся или нет. Но как бы там ни было, период нефти, он все-таки близок к концу. И тут не зря принцы Саудовской Аравии последние лет 15, ну точнее, и особо активно лет 5, после презентации концепции реформирования страны Сауди-Арабиан Вижен 2030, они любят повторять фразу, которую произнес один из британских политиков, что каменный век закончился не потому, что закончились камни. Соответственно, для России это тоже вызов. И если смотреть международную повестку, получается интересная ситуация. То есть, с точки зрения экономики Россия давно не супердержава, но с точки зрения политики Россия таковой пока остается. И если процесс именно трансформации пойдет без, назовем, такой части России так, как он идет, то Россия потеряет вскоре и политический свой вес. Ну, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Что Россия, соответственно, пытается делать? Россия пытается продемонстрировать свою важность урегулирования конфликтов в качестве мирового полицейского и так далее. То есть, она стремится сохранить за собой статус супердержавы политической. И уже под это, потом выходить из-под санкций, заниматься реформированием экономики. Ну, в принципе, это один из вариантов, который в таком случае он возможен. Поэтому это первая такая серьезная вводная для Российской Федерации. Вторая серьезная вводная для Российской Федерации, это внутренние процессы. А именно, уже достаточно давно, несколько лет назад, я постил видео о демографии России как угроза или же предупреждение соседям. В Российской Федерации, на первый взгляд, население более-менее стабильное, можно было бы успокоиться. Но если копнуть глубже, то происходят очень интересные процессы. Потому что славянская составляющая, так называемая славянская составляющая России, она стремительно уменьшается. То есть, идет вымирание, достаточно посмотреть на карту. Ну, ссылочка на видео будет вверху и внизу, в зависимости от того, кто где будет смотреть, там на мобильном, либо в телевизоре. Ну, как бы там ни было, если посмотреть даже на карты, наложить карты, рождаемость, смертность, то получается, что европейская часть России стремительно вымирает. И Россия прирастает населением так называемых национальных автономий, субъектов Федерации. Причем, да, меня могут поправить, что там, да, там коренных наций во многих не так много. Но, как бы, да, естественно, согласен, что большая часть людей, они сейчас носят русские фамилии, они записываются русскими. Но давайте так, общий культурный контекст, в котором они выросли, то есть, определенная традиция, они никуда не делятся. То есть, человек может говорить по-русски, но он будет относительно другой культуры. Типичный пример, вот, что я советую просто своим зрителям, даже с точки зрения масс-культуры, вы, пожалуйста, возьмите российскую поп-музыку и сравните, ни качество исполнения, нет, сравните мотивы. Мотивы середины 90-х и мотивы последних лет. То есть, середина 90-х, это такой себе посыл, скажем так, к такой клубочной русской культуре традиционной, а сейчас уже все чаще и чаще звучат восточные мотивы. Это несколько другое. Если это заходит населению, значит, ну, население это воспринимает. Это второе вещь. Третье, это изменение, естественно, ну, это связано с внешней политикой, это изменение на границах самой Российской Федерации, то есть, осторожен грей в соседей, в сторону от России, поскольку она становится токсичной. Вот, и, наконец-таки, еще один элемент, связанный с демографией внутрироссийской, это достаточно забавная или же незабавная штука, которая называется федерализация. То есть, Россия, как бы там ни было, она федерация. И изменение демографическое, оно рано или поздно может перерасти на качественный уровень, то есть, возникают региональные элиты, которые в той или иной мере будут претендовать на большую самостоятельность, на большее количество полномочий, то есть, возвращение к началу 90-х годов. И вот на фоне экономического кризиса, вот экономический кризис последних лет, как раз-таки глобальная перестройка мировой экономики, это еще одна причина. И вообще, вот на фоне этого, когда на глобальные процессы накладываются оригинальные дисбалансы внутри самой Российской Федерации, то есть, это угрожает просто существованию страны. Поэтому, само собой, что для России критично важно провести изменения в Конституции. И процесс этот начался не сейчас. Далеко не сейчас. То есть, я советую посмотреть еще одно видео, там мы готовили доклад по России, в том числе, рассматривал я российские элиты, когда Путина не будет, там контуры транзита власти. Смысл в том, что российские элиты претерпевают большие изменения. И как раз-таки, вот если смотреть ключевые группы влияния вокруг Путина, вот именно такого коллективного Путина, так называемого, либо некоторые российские аналитики называют это Политбюро 2.0, то там происходят тоже занимательные процессы, именно перераспределение влияния, это раз. И второе, это привлечение новых членов, либо вот это вот Политсовета, либо Политбюро, так сказать, замена кадров. И одной из основных проблем, то есть, есть несколько более-менее стабильных групп, но до недавнего времени была еще очень сильная группа региональной элиты. Вот если посмотреть на назначение, как раз таких демографий, все стороны, если посмотреть на назначение, на выборы, так называемые, руководители субъектов федерации, то мы заметим, что по большому счету за последние три года в большинстве субъектов федерации Российской Федерации сменилось руководство. Причем большая часть из них, это в той или иной мере, это кремлевские назначенцы. То есть, даже если население сносило за счет протестного голосования первое лицо, на которое ставила кремль, то, в принципе, всегда договорились со вторым, то есть, вариант всегда находился. Но суть процессов, она одинакова практически везде. Что в большинстве субъектов федерации, ну, исключение, это буквально несколько штук, там Татарстан, Башкирия, Тыва и несколько областей. В большинстве регионов Российской Федерации остановлены социальные лифты. Что это означает? Это означает, что сменив, поставив своего ставальника сверху, то есть, поставили верхнюю границу, для которой может расти местная элита. Именно как местная. Дальше она либо на определенном моменте должна идти, перескакивать, идти на федеральный уровень, но переставать уже, соответственно, быть местной элитой, становиться федеральным политиком, федеральным чиновником, либо исчезать, либо довольствоваться своим положением. И таким образом, местные элиты были обезглавлены, социальные лифты были остановлены, но это может привести к взрыву. Чтобы к взрыву не произвело, необходимо определенное заигрывание, как раз таки с руководством, которое осталось, но заигрывание как раз в том смысле, чтобы его привлечь именно на федеральный уровень, и чтобы оно оторвалось от места. И таким образом, чтобы не создавать феодальных княжеств, или неофеодальных. И таким образом создается вначале, как консультационный орган, государственный совет. Вот это основные предпосылки. Теперь давайте смотрим, что у нас будет происходить дальше. То есть с точки зрения внутренней политики. С точки зрения внутренней политики, начнем снова таки с демографии и регионов, госсовет становится конституционным органом власти. То есть ему передается значительная часть полномочий, при этом он не занимается тактическими вопросами, он занимается стратегией. Весьма-весьма удобная вещь, потому что вся токсичность, весь негатив от непопулярных решений, он, соответственно, идет на парламент, на правительство. А госсовет, он так в стороне, он просто, как говорится, указывает генеральную линию партии. Но это иранский вариант, это частично казахский вариант. То есть такие системы существуют. И фактически председатель госсовета, это человек, реальный человек номер один государства. Это такой себе Айталах Мэйни. Но только по-российски. И по большому счету им может быть Путин. Но Путин, было принято решение, что Путин остается, остается еще определенное время. Почему? Потому что в идеале вот такую трансформацию с точки зрения внутренних процессов стоит проводить в спокойном формате, когда внешняя ситуация более-менее спокойная. Сейчас у нас идет кризис, сейчас качество жизни среднестатистического россиянина будет ухудшаться. Точно так же, в принципе, как и в других государствах. И плюс не завершен процесс усмирения региональных идей. То есть на этом фоне необходимо просто продемонстрировать, что Акела не промахнулся. То есть самый главный босс, либо, я не знаю, там, божак стаи, он все равно остался. Но, соответственно, его оставляют. Но это снова-таки тактически, потому что Путин может на буквально следующих выборах сказать, я устал и выхожу. И пойти на руководителя госсовета. И ничего ему не сделаешь. Потому что там в изменении в конституцию закреплена такая вещь, как неприкасамость, и все остальное. Теперь дальше. Функция президента. Вот тут очень интересно. То есть формально президент вроде бы отдается на численную часть своих полномочий, а вот как парламент. И если посмотреть правки по парламенту, то парламент вроде бы усиливается, появляется политическая конкуренция, политические партии и так далее. Ну, одним словом, буйство демократии. Во многом это такая красивая картинка либеральной демократии западноевропейского образца. И я более чем уверен, что после реализации этого всего, то есть будут досрочные выборы парламентские, после реализации этого всего, естественно, что западные партнеры России скажут, молодцы, Россия немножко поворачивается в демократии, вот, пожалуйста, у него есть мнения и все остальное. Но, дальше начинается самое интересное. Одно дело писать законы, спорить, другое дело руководить. И вот тут полномочия правительства. Вроде бы правительство имеет больше полномочий, но с другой стороны назначать федеральных министров, увольнять их, руководить тем же самым правительством, уже будет президент. То есть президент имеет право координировать работу правительства. Функция премьера это просто вот такой, ну, сошка, точнее, президент руководит, премьер координирует. Уже изменения. Но при этом формально за все ответственен премьер, потому что он, он премьер-министр. И это прекрасный формат того, когда создается якобы такая демократическая ширма, которая приятно и понятна большинству внешних наблюдателей, но которая не влияет на внутренние процессы. Но возникает вопрос, может ли изменить парламент ситуацию. И вот тут очень интересно. Парламент вроде бы имеет больше полномочий, но есть такая вещь, как конституционный суд. И снова-таки возвращаемся к президенту. Чтобы система сохранилась, необходимо, чтобы их конституцию не меняли. На страже стоит конституционный суд. Президент имеет право увольнять, либо назначать членов конституционного суда. Вуаля, приехали. И вот этот самый конституционный суд, он может по просьбе президента оценивать на соответствии конституции законопроекты, которые еще не подписаны президентом, то есть на уровне проголосованных законопроектов, и заворачивать их, потому что они не конституционные. Таким образом, получается интересная вещь. На нижнем уровне, на этой ширмочке, буйство демократии, говорят, что давайте что-нибудь изменим. Президенту это не нравится. Ну, дальше, я думаю, вы понимаете, он просит конституционный суд посмотреть этот закон. Конституционный суд, естественно, самый честный и независимый конституционный суд в мире, который назначает и убирает президента Российской Федерации, отвечает президенту Российской Федерации. Ну, знаете, закон, который изменяет ваши полномочия, он не конституционный. Само собой, все понятно. И таким образом, получается достаточно мощная система сдержек противовеса, которая не позволяет демонтировать верхушку власти. То есть, причем, верхушка власти, это не только и не столько Путин, это именно как раз-таки госсовет в значительной мере. Поэтому вот коллективный Путин, вот это вот политбюро, оно остается. И никто его сковырнуть мирным способом не может. Еще одна интересная вещь в Конституции, вот это о нерушимости границ, о том, что даже разговоры о передаче территории, об изменении границ Российской Федерации, об отказе части территории, они являются неконституционными, незаконными. Вот все обращают внимание на такую вещь, как Крым. С одной стороны, да, на 100% да. Но есть еще несколько элементов. То есть, это есть территориальные споры с Японией. Хочу напомнить по Курильским островам. Есть вопрос Каридинграда, который теоретически может быть поднят. Есть вопросы. Россия объявила себе правоприемность Советского Союза. Ну, давайте вспомним такую вещь. Вот в российской прессе очень открыто, достаточно много говорят, обосновывая свои претензии на Крым, что, мол, в свое время Россия передала Крым. А теперь давайте вспомним решение именно российских, не советского Союза, именно российских еще в 20-е годы органов власти, например, о том, чтобы забрать часть районов у Белорусской ССР, точнее, тогда еще СССР, либо у Украины. То есть, если ты правоприемник, то, по идее, ты должен себя застраховать. Пожалуйста, застраховать. И еще один элемент, это связанность демографии, связанность региональным элитом. В случае, если все-таки где-то будет пропущено появление региональных элит, на фоне изменения демографической ситуации, на фоне изменения баланса населения, определенные регионы могут задуматься, ребята, почему бы нам не подумать о том, чтобы больше самостоятельности, чтобы жить отдельно. И вот на этом этапе как раз-таки первый, кто скажет слово независимость, сядет в тюрьму, потому что он нарушил закон, нарушил Конституцию. То есть, прекрасная вещь, то есть, это даже обсуждать уже будет незаконно. Таким образом, зацементировали себя самих и, соответственно, создали условия для того, чтобы власть существовала дальше. Теперь следующий элемент, это вмешательство России на внешних площадках, то есть, попытка влияния не только на постсоветское пространство, но если говорить о постсоветском пространстве, ключевые, тут хочу сразу напомнить, такие вещи, как историческая память, все эти правки защиты, там, Вторая мировая война и так далее, а также статус русского языка внутри Российской Федерации. Причем то, что поднимается, и вера в Бога и так далее, то есть, то, что все это поднимается на новый уровень, это означает, что, в принципе, Российская Федерация, естественно, что будет это пропагандировать через Россотрудничество, через свои структуры, и она, естественно, будет это то, что она называет защищать. Поэтому, в данном случае, житель, Белоруссия, Украина, Казахстан, Аминьи, Грузии, Молдовы, стран Балтии, стран Средней Азии, стоит, ну, мягко говоря, напряжься. Потому что от этого ничего хорошего ждать не придется. Уже имеем. Да? Теперь идем дальше. А теперь вопрос внешних конфликтов, внешнего участия. То есть, Россия, в принципе, не раз уже об этом говорили, рассуждали, она ведет себя как генератор хаос, то есть, входя в новые конфликты, показывая свою роль якобы в их урегулировании. Где-то более успешно, где-то менее. То есть, на фоне ситуации, когда Штаты уходят, Россия пытается активно продемонстрировать свою роль, свое присутствие, и как раз таки на фоне этого сыграть и защитить свой статус супердержавы. Пока что у нее частично это получается, потому что, ну, в принципе, спорить, вопрос в том, что для Штатов теоретически выгодно появление региональных коалиций в некоторых, вместо прямого участия, но региональные коалиции не везде возникли, не везде эффективны. То есть, посмотрим, в Восточной Европе они ставят на трех море. Кстати, это очень интересная ситуация. Это может получиться, ну, например, по Сирии это не совсем сыграло. По Ливии штаты самоустранились. Интересно, ситуация будет в Венесуэле. И плюс еще один очень-очень интересный фактор это переговоры Штатов и Китая, потому что Штаты все-таки пытаются подвозь Китай, что Китай тоже должен отыгрывать роль мирового полицейского. И вот как только вот эта система, скажем так, будет создана нормально, как только она заработает, тогда Россия потеряет возможность генерации хаоса. Потому что в таком случае, окей, Штаты уходят, либо кто-то уходит, приходит другой. Это другое, это не Российская Федерация, это более сильный игрок. Вот поэтому Россия пытается максимально использовать момент, само собой. И тут, ну как бы сказать, тут и пока что все карты в руки. Но, если говорить о внешних конфликтах, это в том числе и такие вопросы, как международные конвенции, такие вопросы, как права или обязанности государственного оккупанта по отношению к оккупированным территориям, это права человека и так далее. И вот тут самое интересное, это снова-таки несколько пунктов Конституции, о том, что Конституция имеет более высшую силу, чем международные договоры Российской Федерации. Вот это подкоп как раз-таки под основу международной системы права, потому что везде, если подписан ратифицированный международный договор, он имеет конституционную силу и, соответственно, национальное законодательство меняется под международный договор, а не наоборот. Я имею ввиду под подписанное ратифицированное. Что в нашем случае получается? В нашем случае получается, что формально Россия может играть даже хорошего партнера, с которым легко договариваться. То есть она идет на переговоры, она говорит, ребята, не проблема, давайте мы с вами договоримся. Президент России подписывает любой международный договор, но дальше необходима такая вещь, как ратификация. Ратификация есть законом. То есть голосуется и подписывается закон о ратификации. Окей. Что дальше происходит? Паран проголосовал. И вот тут мы вспоминаем про чудесную вещь, как Конституционный суд Российской Федерации. Говорят, ребята, нет, противоречит Конституции. И все. Вроде бы подписали, но вроде бы и не действует. Это раз. Второе, это то, что у российских властей, точнее, у Конституционного суда появляется право указывать, какие элементы международного права действуют, имеют, скажем так, высшую силу цифру. Российской Федерации какие нет. То есть по принципу, я хозяин своего слова, я дал, я и забрал назад. И наконец-таки еще одна вещь. Это, скажем так, забавная ситуация, которая началась еще полтора года назад. Я напомню, что на тот момент Россия вышла из нескольких договоров, то есть нескольких конвенций по защите мирного населения во время военных конфликтов, которые были подписаны еще Советским Союзом. И если покопаться более внимательно, то суть сводилась к тому, что важным как раз таки являлась не конвенция, а важным являлись приложения. Конвенции, в которых детально расписывалась обязанность сторон по преследованию, точнее, по совершению правосудия в отношении военных преступников. То есть это розыск, это преследование, это выдача. И фактически Россия, выйдя из этих конвенций, она выходит, выводит в том числе своих боевиков, своих политиков, своих военных из-под удара международного правосудия. То есть и не только своих, в том числе наемных, которые работали на Россию и находятся на Аституции Российской Федерации. То есть даже по нашумевшему делу МОЧ-17, когда суть закончится, ну, Россия может просто не выдать этих людей и ссылаясь на свою законодательность, что она, в принципе, она не подписывалась в эти конвенции, ради Бога. Она этого делать не будет. Вот поэтому это в том числе определенная гарантия, либо определенный посыл, как говорится, тем, как Россия пытается перетянуть на свою сторону, либо своим гражданам, которых отправляют воевать неизвестно куда, неизвестно за что. Само собой, что это не стопроцентная уверенность, потому что не стопроцентная гарантия, потому что для российской политики, если будет выгодно, то вы дадут кого-то. И таким образом, что мы получаем? Таким образом, мы получаем в результате Российскую Федерацию, которая более-менее, по крайней мере, на ближайшие лет 10-15, пока не умрут теперешние члены Государственного Совета, вышедшие из региональных элит, которая сняла проблему регионального сепаратизма и развала за счет просто удержания и за счет игры с региональными, с региональными политическими элитами, экономическими, кстати, тоже. Россию, которая вышла из или стала в стороне от политической системы обеспечения, преследования уголовных преступлений, преступлений против человечества и так далее, и вышла из системы международного права частично. Российскую Федерацию, которая зафиксировала несколько гуманитарных, исторических, культурных нарративов, которые позволяют ей проводить активную политику агрессивного отношения соседей, причем с точки зрения местного населения своего собственного, это будет вполне нормально, потому что Россия защищает основы своей конституции, ну пусть на чужой территории, ради бога. И при этом систему, которая параллельно с этим имеет такую демократическую ширму, которая будет демонстрироваться тому же самому западу и говорится, что вот мы стали более демократичными, давайте с нами будете дружить. И исходя из этого, вопрос дополнительных сроков Путина, недополнительных, там умрет Путин завтра, не завтра, кто будет вместо него, он уже не играет никакой роли. Потому что как только эта система будет создана, а на нее года полтора-два будет, фактически надо будет вырабатывать новые подходы при работе с Россией. И эти подходы должны быть более жесткими, эти подходы должны быть более, как бы там ни было, хитрыми, особенно для государства соседей. И это то, к чему надо готовиться, на что надо планировать усилия и на что надо планировать определенную аккумуляцию ресурсов уже сегодня. Потому что те, кто планировать, не будут, те, кто будет просто реагировать на количество сроков Путина, рано или поздно они окажутся в позиции мотылька, который летит на огонь. Потому что огонь горит, огонь красивый, яркий, теплый, до тех пор, пока мотылек не превращается в уголек. Как-то так. На этом у меня все. Если видео понравилось, лайкайте, комментируйте, подписывайтесь на мой канал, поддерживайте меня подпиской на Патреоне, потому что это меня стимулирует брать все новые и новые темы в разработку. Всего наилучшего!